Я там в Саратов. Это прекрасно. Это вам подтвердит вообще любой иностранец, особенно мужчина. Красивые русские девушки гуляют просто в минимум одежде. У нас это можно только увидеть на пляже. Разве это шорт? Шорт вообще попу не показывает. Здравствуйте. У меня вопрос. Можешь спросить, это у вас шорт или как своеобразные трусы такие маленькие? Трусы? Да почему они не очень хорошие? 40 градусов жары будет. Вы представляете, а в таких шортах? Если еще в куранжу какой-нибудь оденут, так что от меня останет? Вы на пляж ходите? Я хожу. На пляже, естественно, в трусах, в шортах. Ну а девушки ходят в бикини. Вообще Саратов летом повезло, что есть Волга и есть пляж. Вообще можно купаться и спасаться от жары. Кстати, вы знаете, что в Саратов летом жарче, чем в Африке? Да, да. По крайней мере в Мозамбике. У нас жара не так ощущается, как таково, потому что плыль у нас такой влажный. А у вас есть Волга, есть пляж, я только не понимаю, почему тут купаться запрещено? Ммм, как вкусно пахнет. Вот шашлык, вот шашлык. Вообще в Саратов летом так вкусно пахнет. Шашлык на каждом углу. Несмотря на то, что у вас это не русское блюдо, но на каждом углу. А то у вас даже есть шашличный дворец. Ну лучше всего вообще это шашлык на даче. У вас помимо мяса туда запекают картошку. Я это впервые увидел. Ой, 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 вообще. Я сегодня забыл про дачный дресс-код. У вас есть еще такой русский дресс-код для дачи. Я однажды приехал к другу на дачу, и он говорит, ты сними это, переоденешься. Я говорю, зачем? Нет, так надо. И взял свои старые черты, его отец порезал и сделал мне черты. Вообще русская дача особо не отличается от нашей. И туалеты такие же, деревянные на улице, и участок, и домик. Вообще, ну зато у вас обязательно огурчик и помидорчик. У меня с вами вообще нет вопросов. Я убедился, что лето в Саратов просто прекрасно.